Новый год – праздник, который отмечают практически во всех уголках нашей планеты. Но зима вообще щедра на празднике, как официальные, так и неофициальные. Среди вторых особое место занимает Старый Новый год, эдакий Оксюмарон. Эта дата также имеет немало почитателей, ведь именно им завершается череда новогодних гуляний. Подробнее в сюжете Анастасии Новичковой. Старый Новый год, он же Новый год по старому стилю, отмечается в ночь с 13 на 14 января, после окончания официальных новогодних каникул. Он дарит еще одну возможность собраться за праздничным столом и поздравить всех, кого не успели, с наступлением Нового года. Несмотря на то, что этот праздник не так актуален, как традиционный Новый год, у него тоже есть свои обычаи. А как будут встречать Старый Новый год тверичане, узнаем на улицах города. Семьей будем собираться, возможно, там какой-то торт новогодний купим и просто посидим, поболтаем в кругу хорошем. У меня точно так же. Ну, мне кажется, это очень хорошо, не стоит забывать Старый год, потому что тоже много хороших моментов можно вспомнить. Ну и вообще это очень хорошо, лишний праздник. Да, это круто, прям круто-круто. Семьей. Планируем с семьей, с детьми, с внуками. Учили встречать Старый Новый год? Скорее всего, нет. Почему? Да как-то не принято. Да, я буду с детьми встречать Новый год. У меня как раз день рождения, 13-го, так что семьей. Кино обязательно посмотреть Старый Новый год. Итак, с семьей соберемся за столом. Нужен, чтобы сплочать семью. Даже если он, может, неофициальный, выходного нет, ну, для семьи это хорошо. Останови его, он уйдет. Не приду. Долго. Вот и встретили мы свой Старый Новый год. Большинство тверичан будут встречать Старый Новый год со своими близкими. По статистике, этот праздник отмечает более 60% россиян. Но этот процент выше среди людей старше 30 лет. Еще один повод собраться уже после окончания официальных государственных праздников просто бесценен. При этом в самом праздновании всеми, как правило, соблюдаются советские традиции, а именно застолья в кругу семьи.